На минувшей неделе в эфире нашего телеканала мы рассказывали о непростой ситуации, сложившейся на 31 маршруте городских пассажирских перевозок. Две компании-перевозчика, одна с договором с городской мэрией, другая без, делят маршрут. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Фирма, которая работает параллельно с нашей фирмой на 31 маршруте, выставила еще достаточно большое количество машин на маршрут. Водители, естественно, встали в очереди и отказались у них работать. И я так понимаю, что они из-за этого, директора и хозяева фирмы Transline, приехали на конечную и заблокировали нам автомобили, тем самым не давая работать. Приехал руководство этой организации, перекрыл две машины. Я подъехал, ко мне подбежали люди, 4-5 человек. Стали в машину ломиться. Один, как выяснилось, руководит организации. Ручку медвежную сломал машины. Другие пытались колеса спустить. Ну, как бы тут нецензурная брань, провокация на драку. Лицо мне плюнул. Ну, как бы я ушел, ну, избежал конфликты, просто вывернул и уехал. Такова точка зрения одной стороны перевозчика, некогда открывшего этот маршрут и имеющего официальную лицензию на работу, выданную федеральным органом, но не прошедшего конкурс на право осуществления перевозок на данном маршруте. Но в этой истории три стороны и каждая недовольна сложившейся ситуацией. На маршруте происходит просто беспредел, если одним словом назвать. Нелегальные перевозчики не дают работать нам, легальным перевозчикам. Предприятие «Валерия» выиграло конкурс на осуществление пассажирских перевозок в 2012 году. В качестве обязательного условия конкурс его компания получила в придачу к рентабельному 31 маршруту нерентабельный – тот, откуда ушел МУП. Предполагалось, что убытки от невыгодного маршрута с лихвой покроет 31-й. Но не тут-то было. За примером, далеко уходить не ладо, за спиной стоят машины. Водители просто-напросто бросали ключи и не вышли на работу. Не соблюдают графики, не дают нашим водителям соблюдать графики. То есть не пускают их по графикам выезжать. Ситуация вот такая. В отличие от компаний, не имеющих договора с администрацией, у законного перевозчика в связи со срывом графика движения возникают проблемы с комитетом по транспорту. Ведь ответственность за маршрут несет именно его предприятие. Руководитель транспортного комитета администрации Михаил Дрюпин показывает внушительную стопку бумаг. Это нормативные документы, согласно которым осуществляются городские пассажирские перевозки. Главный из них – закон о защите конкуренции. 135-м федеральным законом, статьей 16, введен запрет на ограничивающие конкуренции соглашения между органами местного самоуправления и предпринимателями. То есть, что хотел здесь сказать законодатель, обязательно должен быть заключен договор, но только через проведение конкурса. Без конкурса заключить договор наша власть не может. В этих рамках комитет вынужден работать. Только выбрав конкурсным путем лучшего претендента на осуществление перевозок, администрация может заключить договор. У нас один критерий – чем новее автобус, тем больше баллов. Пожалуйста, до 5 лет включительно – 15 баллов. От 6 до 10 – 10 баллов. Это к тому, чтобы стимул перевозчики наши обновляли технику. Вы посмотрите сейчас в окно, у нас на линии практически все новые машины. Старых «Газели» больше нет. Принять участие в конкурсе может любой перевозчик. Однако, по словам чиновников, в 2012 году, когда разыгрывался 31 маршрут, те перевозчики, которые сейчас работают без договора, на конкурс даже не заявлялись. Михаил Дрюпин называет причину этого бездействия. Конкурс проводится на 31 маршрут в мае 2012 года. Вот у меня журнал регистрации заявок. Здесь только одна заявка от ООО «Транслайн». А вот дальше становится интересно. У меня есть распечатка из Единого госреестра юридических лиц. Мы смотрим. «Легион авто» у нас зарегистрировано 29 августа 2012 года. Смотрите сами. В мае проводим конкурс, и лишь только в августе это лицо рождается. Каким образом представитель этого юрлица мог участвовать в конкурсе, если его еще тогда не было? Сами перевозчики заявляют, что просто не имели возможности участвовать в конкурсе, так как не были о нем информированы и нелегалами себя не считают. Нелегал – это только тот перевозчик, который в нашем случае, это тот, который не зарегистрирован, соответственно, в налоговом органе и не имеет федеральной лицензии. Вот это, да, нелегалы. А те, кто все это имеет, да, и лицензию зарегистрирован в порядке, он может работать, я считаю так. Начальник комитета парирует. Зарегистрированы – да, но вот платят ли? Мною были сделаны запросы в налоговую службу, в пенсионный фонд. Я получил ответы, что «Легион Авто» с момента регистрации юридического лица не заплатила ни рубля налогов, не заплатила ни рубля страховых платежей по своим водителям. То есть, получается, что на бумаге юрлицо есть, по факту налоги он не заплатил, потому что он, видимо, деятельности не ведет. Но мы же не можем заранее предполагать, что это уголовник, который не хочет платить налоги, значит, у него нет деятельности. А нет водителя у него, получается, раз он не платит за водителя никаких страховых взносов. Следовательно, это не фирма, это обыкновенный воздух. Тогда какая это воздушная фирма может претендовать на какой-то маршрут и кем работать, если нет ни машин, ни водителей. Но предъявить воздушные компании администрации ничего не может, так как уполномочено воздействовать лишь на те фирмы, с которыми заключен договор. И несмотря на постановление о том, что договор должен быть, санкции за его отсутствие не предусмотрено. Получается, что эта бумажка вообще не нужна. Кроме лишних хлопот и денежных затрат, она ничего не приносит хозяину маршрута. Вот эта юридическая незаметность этих нелегалов на моем маршруте приводит мое предприятие к убыткам, да, и большим убыткам. И получается, что нас подводят к тому, чтобы мы так же ушли в нелегалы, да, не платили налоги, страховые пенсионные взносы, не возили льготников. И в этом случае начнется настоящий беспредел. Те стычки, которые сейчас происходят на маршруте между легальными и нелегальными фирмами, проколотые колеса и взаимные оскорбления всего лишь цветочки. Работать хочется всем, но законный перевозчик, содержащий автопарк и штат персонала теряет гораздо больше. К сожалению, власть на сегодняшний день не может ничего сделать в том, чтобы защитить интересы, как тех, которые прошли конкурсы и заключили договоры, но так и пассажиров, которые страдают от того, что на маршрутах возможны гонки, и когда по маршруту идет автобус легального перевозчика по графику со своими интервалами, и вдруг из кустов вот такой анархист вылетает и начинает подрезать и собирать впереди ехать этих пассажиров. Повлиять на ситуацию может разве что законодательная инициатива, регламентирующая эту ситуацию. Но пока ее нет. А значит, гонки на маршрутах продолжатся, и каждый выход автобуса на линию будет битвой в этой маршрутной войне для каждой из сторон. Вот только жертвами конфронтации могут оказаться пассажиры. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Андрей Символков, РТВ Иваново.